Европейские условия, колоссальные мощности и современные технологии. Все это свинокомплекс Рамфуд по Волжье. Его строят на территории поселка Песчаный Калининского района. Несколько корпусов уже полностью готовы, рассказывает высоким гостям руководитель предприятия. В свою очередь губернатор замечает, было непросто реализовать в регионе столь крупный инвестиционный проект. Надо говорить о тех, кто это делает. Я сторонник всегда, есть та компания, которую Михаил Евгеньевич представляет сегодня здесь, вот о них надо говорить. Это те смелые люди, которые взяли в чистом поле и сделали такое современнейшее сегодня, технологически современнейшее производство, которое практически по производству мяса будет. Это первый подобный проект в регионе. Его бюджет около 2 миллиардов рублей. Только первая очередь комплекса рассчитана на 75 тысяч голов свиней в год. Но будет еще и вторая. Кроме того, в структуру предприятия входит еще и свой собственный комбикормовый завод, мощность которого 10 тонн в час. Это называется, я не знаю, так не так меня поправит специалист, мегапроект. Это мегапроект. Сегодня таких у нас нет в области. И рядом, я не знаю, и рядом, наверное, в Привожском федеральном округе есть ли такие. Поэтому мы очень гордимся, что бизнес пришел к нам на территорию и реализовал у нас проект. Впрочем, развитию свиноводства в регионе сейчас уделяется серьезное внимание. И работа в этом направлении будет продолжаться. У нас в этом году зашел еще один проект на территорию Ингельского района на 110 тысяч голов. И у нас в январе следующего года, это буквально через месяц, первый по голове будет поставлено. В следующем году у нас заходят два свинокомплекса, два стотысячника, на территорию Советского района. Это компания «Русская свинина». Поэтому эта работа будет продолжена. И мы будем этих поддерживать. Что значит «Рамфуд»? Видите, дал старт всех. Задача власти – создать условия для бизнеса, подчеркивает губернатор. Ведь без инвестиций невозможно развитие агропромышленного сектора. Такие проекты – это не только налоги в бюджеты, но еще и рабочие места. А также возможность обеспечить жителей области качественной продукцией местного производства. Екатерина Загранична, Александр Питченко, ТВ-центр Саратов.